Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 682. События дня. Иклисиаса 7.26. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом, спасется от нее. А грешник уловлен будет ею за 25 октября 2017 года. Позиция церкви. Зачем было в год 100-летия революции в очередной раз публично плевать в человека, расстрелянного большевиками вместе с женой и малолетними детьми? Комментарий председателя отдела внешних церковных связей в связи с обострением общественной дискуссии по фильму «Матильда». «Слава Иисусу Христу!» В связи с резким обострением общественной дискуссии вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» и прозвучавшими вчера обвинениями в адрес православных верующих со стороны министра культуры Владимира Мединского, Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и средствам массовой информации распространил сегодня комментарий Председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского и Лариона, который лично ознакомился с этим кино Ситуация, складывающаяся вокруг фильма «Матильды», к сожалению, напоминает ту, что развернулась некоторое время назад вокруг скандального французского еженедельника Шарли Эбдо Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой «Вы с Шарли?» или «Вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции?» Сейчас нас пытаются поставить перед выбором «Либо ты поддерживаешь Матильду, либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры» А как быть тем, кто не с одними и не с другими? Я, например, выступаю безоговорочно и категорически против любых призывов к насилию, любых угроз в адрес кого бы то ни было, будь то режиссер, актеры, прокатчики и так далее Я также выступаю против запрета показа фильма, против возрождения цензуры по советскому образцу Но в то же время никак не могу и не хочу становиться на сторону тех, кто этот фильм защищает В отличие от большинства участников полемики, я этот фильм посмотрел Сейчас ведь говорят, не смотрели, так молчите, ждите, пока фильм выйдет в прокат Я обвиняю тех, кто высказывается против фильма на основании трейлера В том, что они критикуют, не посмотрев Я свое мнение о фильме высказал не на основании трейлера, а на основании просмотра его полной версии Мое мнение обидело режиссера, пригласившего меня на предпросмотр Но покривить против совести я не мог И отмалчиваться тоже не мог В дискуссии вокруг фильма участвуют самые разные люди и группы людей Но писем с выражением возмущения сегодня тысячи Многие люди не понимают, зачем нужно было в год столетия революции в очередной раз Публично плюнуть в человека, который был расстрелян вместе со своей семьей С несовершеннолетними детьми Годовщина революции – повод к молитве и поминовению безвинно пострадавших А не к тому, чтобы продолжать оплевывать их память Не говорю уже о том, что для церкви государь-император Николай II – страстотерпец Причисленный к лику святых И государь-императрица Александра Федоровна, представленная в фильме как истеричная ведьма Тоже причисленный к лику святых На царские дни в Екатеринбурге собирается не менее ста тысяч людей Которые в течение пяти часов ночью идут крестным ходом от места его расстрела к месту его предполагаемого захоронения Выражая надежду на то, что в год столетия трагических событий, обернувшихся многомиллионными жертвами для нашего народа Найдутся такие режиссеры, писатели и художники, которые смогут воздать должное памяти убиенного государя Русская линия Екатерина Тинникова Мир вам, Игнатий Тихонович Вчера слушала беседы митрополита Антония Сурожского в одной из беседок У него есть такие слова Мы исповедуем церковь одну, а создаем и живем в другой Эмпирическая церковь, церковь, в которой мы фактически живем и действуем Страшно не похожа на ту церковь, которую мы исповедуем и описываем Здесь становится перед нами очень серьезный вопрос Вопрос о том, что мы или должны признать, что наша церковность перестала быть евангельской Или что ничего мы не можем сделать Или вглядеться очень внимательно в то, что случилось в течение столетий с церковью, то есть с церковным обществом И сделать нужное, чтобы начать возвращаться к истинному евангельскому прошлому И строить истинное евангельское будущее Большей частью духовенства церковь никогда не критикует и не ставит под вопрос ничего церковного Но я думаю, что если не будем ставить под вопрос то, что неминуемо должно быть исправлено То мы окажемся недостойными церкви, которую мы исповедуем Вот видите, говорит, то, что случилось в течение столетий, не столетия Что случилось в течение столетий Вот, а я об этом уже говорил и кричал и вопил просто Я отвечаю Мне это было открыто в первый же день моего обращения ко Христу по Евангелию в 1962 году И вот уже 55 лет трублю об этом и меня клеймят за это Именно за эти слова митрополита Антония Все, у кого есть возможность где-то открыто плюнуть на меня против ветра То есть на самих себя Сергей Игнатов Спаси тебя, Христос Игнатий Тихонов И что Господь слышит наши молитвы и откликается на них через тебя Поступающими от тебя документами, стихами, книгами, видеороликами Аминь Николай Скляренко Что-то отвечает тут в роликах Мир вам, прости им, отче, ибо они ведают того, что сами вытворяют А они ведают Иисус Христос, хвала ему Хвала ему А то уж от мусульман взяли вот это добавлять Вы понимаете, что если вы не забыли значение русских слов, которые вы написали тогда мне Видится, что вы завидуете Сергею Игнатову за его способность Дружить с Игнатием Тихоновичем, и поэтому пытайтесь оскорбить Сергея Игнатова Сделать больно ему Чтобы ему было так же больно, как больно вашей душе От того, что вы сами не просите утешителя славы ему Чтобы он дал вам веру в Евангелие И решимость отречься от себя ради него И Евангелие, благовестие Такое вот получил Атов Роликов Скляренко или кому пишет Сергей Игнатов Христос посреди нас Отрывок из книги неизвестного автора Который опубликован выше Это я им дал Игнатием Тихоновичем Лапкиным Мне пришелся по душе Потому что там даны ответы из священного писания Святых отцов по вопросам Которые волнуют не только меня, но и ближних Это Божий дар Получить ответы на свои вопросы во сети Библии Что же касается выпада в мой адрес молодого, знающего английский язык Пытающийся познать Бога молодого человека То будем помнить мудрость царя Соломона Который учил не всегда отвечать на неуважительное слово Ибо оно может быть сказано необдуманно сгоряча Тем более, что он помнит мою критику Его выражения об идолизации Библии И рекомендации не загружать наш форум Малозначительными вопросами Имеющими частный характер Как например у кого какой микрофон И по-братски ли трубить об этом всем нам мир вам Ривка Игнатий Тихонович, какое грустное видео вы выложили Краткое завещание на все дни Как прощание апостола Павла, милите Очень хочется с вами встретиться вживую Все в руках Господних Отвечаю А я вас так ждал в этом году вместе с Сергеем Игнатовым в Потеряевке Ривка Я хотела и хочу поехать Но со стипендией трудно собрать на такую поездку Это где-то шесть с половиной что ли Тысяч примерно в один конец Ребекка Шимон Удивительная жизнь под Божьим руководством Случайное видео из Потеряевки поменяло мышление Пути жизненные Спаси Христос Вот как еще бывает Ирина Якименко Игнатий Тихонович, живите долго Вы нам нужны Добрый плотник По-человечески грустное видео Но Господь открывает совершенно другие перспективы За что Ему слава и честь Проповедую слово Настой во время, не во время Запрещая, обрещая, выщивая Со всяким долготерпением, назиданием Подвигом добрым я подвязался Течение совершил, веру сохранил А теперь готовится мне венец правды Который даст мне Господь, праведный судья В день оный И не только мне, но и всем возлюбившим Явление его Второй Тимофеев, четвертая глава Второй, седьмой, восьмой стих Николай Астахов Мощное видео Пойду, куплю жесткий диск И скачаю весь канал После вашего ухода может пропасть Вот я сразу спрашиваю всех, кто знает Как скачать канал? Вот тут у нас два дня форум не открывался Я сразу же позвонил в администрацию Наших ресурсов И мне уже к утру сообщили Копия снята Копия форума А вот как копию снять Видеоканала? Вот это я не знаю Тем более канал тяжеловесный Восемь тысяч пятьсот с лишним Видеороликов И есть такие, что по большей гигабайты Юрий Соболев Сегодня Игнатий Тихонович натолкнулся на интересное Многие христиане в качестве одного из апологетических положений Приводят известные слова Тертулян о том, что душа по природе христианка Вот это оригинальный фрагмент Кавычки открыты Душа свидетельствует о нем так же, как о судье Когда говорит Видит Бог Веряю Богу Бог мне воздаст О, свидетельство души христианки по природе Но в том же самом тексте есть и другие слова С которыми автор обращается к своей душе Кавычки Ты, сколько я знаю, не христианка Ведь душа обыкновенно становится христианкой А не рождается ею Тертулян о свидетельстве души Пятое избранное сочинение Страница восемьдесят седьмая Вот в этом антиномическом виде Можно считать известное суждение полным А главное, исторически справедливым Я отвечаю Верно только второе утверждение А первое ошибочно все сто процентов Ныне душа по природе язычница Ну и перевел места Места Писания, которые как раз говорят о том, что Душа язычница Это она была по природе христианка Была ли она еще там, в раю Ев. 14.4 Кто родится чистым от нечистого? Не один 1 Коринфян 7.14 Ибо неверующий муж освящается женою верующую И жена неверующая освящается мужем верующим Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы Псалом 50.7 стих Вот я в беззаконии, защиты во грехе, родила меня мать моя Бытие 5.3 Адам жил сто тридцать лет И родил сына по подобию своему, по образу своему И нарек ему имя Сив 1 Коринфян 15.22 Как водами все умирают, так во Христе все оживут Ну вот такое, то что нужно было показать Сказать, тут много переписки Беру не все Сижу дома, не вылазно И какие у меня тут события Молитва Голубям слазить Накормить воробьев Вырез над Тарасилом они едят тут Кошек Кошка одна у Надежды Васильевны Бузка А эти у меня здесь А тут события Ну и очень много смотрел роликов Вчера сколько роликов, 5 посмотрел Все смотрю о Великой Отечественной войне документальное Меня только один вопрос интересует В этой То есть Все знаю уже Там вот это о войне 13 серий все просмотрел Сейчас другая война Вторая мировая Вторая мировая война Меня интересует личность Гитлера Что было до его воцарения Канцлером стал фюрером Это мне известно Меня интересует момент Когда покатилась Эта адская машина назад Ну где-то Можно сказать Сначала первый звонок был Сталинградская битва Потом Курская дуга Меня интересует его Есть ли где дневники О чем он думал Когда видел что неудержно Все покатилось назад Никакой молниеносной войны нет Ну русских много погибает Там в 5 раз больше Но у них тоже погибло Там 5-6 миллионов Вот если бы в первый день Когда он только воцарился И вся картина эта была показана ему Чем закончится То этот временный успех Нужен ли был ему И как государства от него отпадают Как он боролся за Будапешт Чтобы нефть была Все смотрю Но нигде нету переживания Меня интересует именно внутренне Почему он не пришел к покаянию Почему не вышел к народу Пока еще можно было Он старался только удержаться На прежних позициях И ничего не помогало Прочитал сколько на него было покушений И там ужас сколько И он все то раньше уйдет То позже придет Ничего нету Меня интересует его именно Состояние души его Которую он может быть и отрицал После когда началось поражение Не беру смерть Это там все еще неизвестно Живой не живой он был Или двойника там расстреляли Меня интересует именно внутренний его мир Когда видел что не так И все еще убеждал Для многих понятно было Ну уже Дании воюют Уже Ну все Уже к Берлину подходит Нет Разные рвы Роет копает Не пройдет Завалили трупами И все Более жестокого Там жуков Военачальник Это говорит не было Полмиллиона Подложили Ко дню победы Еще подарок принесли Ну и наши ресурсы Посмотреть Это мой мир Я очень Ценю Эту возможность Сколько у меня здесь Раз Два Три Четыре Опять Четыре Пять Что-то у меня вроде бы Тут не видно Где События Не загрузилось Или что Вот ленточный Форум Православный форум Большой Копируется легко Специальная программа Если все Ну и наш видеоканал Очень большой Просмотров 8 миллионов 454 тысячи И подписчиков 8 тысяч 754 Я не знаю Если подписчиков Столько То вот указывается Посещаемость А посещаемость Допустим Сто человек А где же остальные Или которые Подписчики Они уже здесь Цифру в эту Никогда не заходят Ну 8 тысяч И 80 В 100 раз меньше Или это новые люди Которые приходят Которые не подписаны Просто приходят Смотрят Тоже не знаю Никто не говорит Ну и во свете Библии Православный Библейский Сайт 4124 Вопроса Ответа Вот И я беру Иногда Из папки Война Заканчивается Уже Она У меня Вопрос 1226 4 Том Открытым Оком Авитяне Манитяне Произошли от Внуков Лота И его дочерей Эти плены Были предаваемы Богом В руки Израильтян Таким образом Наказан Дочери Лота То есть Через детей Ответ Может быть И так А может быть И нет Бог Нигде Не давал Ни повеления Ни разрешения Вторгаться в сокрытое Чтобы мы Давали объяснение Поступкам Божьим Видите Какой ответ Как бы неопределенный Но по другому Ничего нельзя Ответить Конечно Можно Нагородить Тут Семь верст До небес И все лесом Римлян 11.34 Ибо кто познал Ум Господень Или кто был Советником Ему Ио 9.10.12 Делает великой Неисследимой И чудной Бесчисла Вот он Пройдет Передо мной И не увижу Его Пронесется И не замечу Его Возьмет И кто Возбранит Ему Кто скажет Ему Что ты Делаешь Прочите Всю эту главу И вообще Во всей этой книге Все удивления Человека Перед замыслами Божьими Перед непостижимостью Всего Что он Что он И ждет Поколения И И Если человек Поступает Праведно И уходит Страхе Перед Рецом Его То Бог Как избранного Сына Своего Милует И лелеет Хотя он Из того Племени Которая Уже Проклято Как дочери Наши Рыдали Они Рассеянные Ныне В чужой Стороне Свободные Волны Катились Свободно Играйте И пойте Враги Нам сказали Нет Нет Вавилона Сыны Недостойны Чтоб Наши Им Песни Святые Звучали Рука Да Отсохнет У тех Кто Врагам На радость Ударит Хоть раз По струнам Повесили Арфы Своим И наивы Свободное Нам Завещал Пизнапение Салим Как его Совершилось Падение Так Пусть Наши Арфы Висят Молчаливо Вовек Не сольется Со звуками Их Гонители Наши Вы песен Своих Джордж Байрон Перевод Плещеева Ну вот Думаю На сегодня Хватит